ребята всем привет наконец-то я взяла в руки камеру сегодня время пол первого уже обед никак не получалось первую половину дня поснимать даже камеру взять время была занята как-то и готовила и быстрее быстрее все потому что мы сегодня приглашены на день рождения нужно все успеть и вот только я села за руль и могу уже немножко поснимать у нас уже все разъехались кто куда остались дома в принципе там немного нас осталось дома лиза уже с машей уехали лиза поехала по своим делам у маши встреча с друзьями папа уже на и полз давно я еду за ним за ним его заберу когда он освободиться вот чуть-чуть успела накраситься и еду и у нас и так у нас сегодня мы приглашены на день рождения мы ели все тут и был а перед этим мне нужно успеть сделать back to school небольшой у меня принципе много всего есть но много всего надо купить на немного но надо я по списку уже ориентируюсь пыталась все заказать на amazon amazon будет вести это еще долго ну какие-то позиции сразу там буквально в первые дни у нас школа же уже вот-вот и просто amazon не успеет привести а нам нужно собрать два пакета всей этой канцелярии занести в школу новая школа новые учителя вот в общем сейчас у меня будет небольшой back to school я думаю заехать в таргет возможно в волмарт если я успею время пол первого мы приглашены в 2 ехать мне только полчаса до нашего таргета возможно если в таргете чего-то не будет я заеду в волмарт но будем там посмотреть сколько у меня будет времени попробую начать с таргета там поменьше народу обычно чем в волмарте если что заедем волмарт но сегодня пятница и сегодня еще в принципе не так много времени но к вечеру и завтра и послезавтра будет полный бардак в канцелярских товарах в бэк тускульных вот в этих вот торговых центрах и поэтому это лучше сделать сегодня в общем поехали до закупимся с вами уже бэк тускул а дети кстати уже с утра сгоняли в аквапарк они мне просто вынули всю душу вообще с этим аквапарком в общем надо в аквапарк девчонки сегодня спасибо им огромное съездили быстренько в аквапарках выгулили они выгулились они довольны они уставшие их накормила все дела попеределала пока их не было и спокойно уже и дети уже нагулины и мы спокойно едем уже погулять сейчас еду у меня на этом участке нет интернета я и я еще не доехала не успела до этого участка где интернета нет всегда стабильно вот у меня минут десять нет интернета на одном участке дороги я еду короче еще не доехала до этого участка и слушаю песню на полную катушку еще свою любимую блэк шелтон гадс кантри и ару еду и в и пою и танцую и все у меня звонит вова понятно я когда варить вова зачем ты мне звонишь и у меня бумсы пропадают интернет ну вот отлично блин пипец вот всегда так вот только любимая песня ты наконец-то один ты счастлив никого рядом нет тебе никто не мешает ты орешь поешь твоя любимая песня дорога больше никого нет это мое самое любимое вообще время когда я одна в одиночестве еду куда-то за рулем и это все это я в этот момент просто отдыхаю для меня я уже говорила много раз для меня отдых это одиночество и вот и обязательно кто-нибудь позвонит и причем тоже не по делу ничего не случилось просто так помычать в трубку бесит не могу вот аж бесит просто у меня просто в семье по моему я одна такая любитель одиночества у меня вова не может вообще ездить просто не разговаривая ни с кем по телефону и у него он если едет куда-то ему дозвониться нереально он все время разговаривать с кем-нибудь потерял все вы всегда каждую минуту я не могу мне если кто-то звонит меня так бесит вообще просто лиза тоже у меня едет куда-нибудь на дальнее расстояние майами например или из майами господи она мне оборвет тоже весь телефон вот полчаса с ней разговариваешь все ладно все давай все там все окей все положили трубку через пять минут мам блин мне еще ехать 40 минут давай еще поговорим где-то ёбаросы ты о чем ты сейчас приедешь уже позвони когда доедешься я прям не могу но вот не могут люди быть одни вот ничего не сделать вообще категорически не могут находиться одни даже за рулем даже блин ну казалось бы это же так круто так классно все тебя никто не трогает сиди пой пляши и плачь рыдай делай что хочешь блин я не понимаю сейчас появится интернет у меня будет 10 пропущенных звонков высветится у меня сегодня мэйсон сука такая вообще в 4 часа утра его прибило со всеми пообщаться например на как папу нашего сейчас просто пообщаться он докопался до каждого просто докажем милку поднимал просто вот тянул ее за уши кусал ее прыгал вокруг нее и извивался весь снимать было нереально темно не видно было бы но это просто что-то бы он докопался до как он уронил все вообще он бегал прыгал скакал мяукал орал блин мяукал это даже не назовешь он орал просто ходил он будил всех ему было просто скучно одиноко ну и чё вы думаете в 7 утра все всех поднял все здорово он счастлив и пошел спать сволочь спит так я приехала у нас видно там нет я уже проехала нас возле таргета всегда авария вот возле нашего дома поворот к таргету после там пол не дня не бывает что там не было аварии просто ни одного дня я не знаю это какой-то заколдованный перекресток хотя там так все видно так все понятно я сама несколько раз там проезжала и в меня чуть не врубались в этом месте я не понимаю что с этим перекрестком вообще не так он абсолютно просматриваемый там абсолютно небольшая скорость там знак там ты вообще поворачиваешь с с большой дороги на маленькую то есть казалось бы господи ну там все видно вообще все просто видно чего-нибудь я не знаю там каждый раз сейчас вот одна машина там переда нет просто все живы все хорошо там какие знаете аварии низ с тяжелыми исходами как правило ну блин я не понимаю как там переда нет вообще девушка такая сидит у нее переда машины уже нету тот стоит мужик там за голову взялся он просто ехал по своей дороге она таргета поворачивала куда-то короче поворачивала не повернула и в тебя шелось в него как ты просто поворачиваешь от таргета здесь вообще скорость zero просто как это возможно каждый раз вот именно на этом месте и каждый раз от таргета я удивляюсь вот я тоже каждый раз вот еду по этой дороге вот димут мужик стоит и удивляюсь они оттуда я не понимаю вообще этого как и как это вообще возможно не могу понять вообще ладно бы там какой-то опасный перекресток ладно скорость ничего как вы это делаете люди вот сейчас вот пол машины нет сидит такая не ну это конечно капец это весь день вообще просрать теперь еще такие проблемы страховка сразу повышается если вы у вас аварийная езда там хотя бы хотя бы что-то какие-то аварии то там как бы страховка и все на свете так друзья мы в таргете так у меня уже час дня в два часа ну еще подарок надо купить дома и приехала лена в наиппл капец капец сейчас как ливанет ливанет дефицит с тележками здесь обычно этот вот так он до цветов почти стоит сейчас почти не знаете почему по-моему все тарятся в бэк-то-скуле болеем сейчас наверное там уже ничего нет а в волмарте так я вообще не представляю что там творится так мне нужен вот такой клей именно на вот такой вот дозировки 4 озы так мне нужно две упаковки вот смотрите всего осталось есть еще вот такие вот по 12 штук две штуки это кати так вот такие еще нужно 3 и кати лаврика у меня какие-то есть нужно еще с ножницами небольшая напряженка мне нужно для детей прям вот для детей фискос для киц киц до киц до киц киска да вот только красненькие а вот голубые но только они а вот подождите нет надо именно фискос написано фискос может здесь конечно что нибудь нарыть нет в основном вот эти только красненькие но всем красненькие еще клей вот такие вот я не знаю что такое именно черный но маркеры такие они разноцветные если нужны именно черные резинки именно розовые вот такие вот карандаши именно вот этой фирмы именно номер два именно 24 штуки вот их уже видите немного осталось хорошо что я еще здесь и не волмарте как а вот такие вот бумажные такие вот бумажные вот это вот мне убрать надо потому что у них именно бумажные сказали вот такие вот вот эта именно и друзья единственная тетрадь во всем таргите в клеточку и она розовая мне лёве надо но в клеточку здесь редко встречается встречается но редкое они не пользуются почти вот лёве надо он занимается там геометрия, там еще что-то у него. И ему нужно в клетку тетрадка дома просто заниматься. И она розовая. Ну ладно, дома и пофиг. Так, и друзья, последнее, что... Нет, не последнее, я сейчас еще в канцелярию пойду дальше, уже в другой отдел, не back to school, а просто в канцелярию. Мне нужны пакеты размера галлон. Это, видимо, они. Сколько штук-то мне такой большой, наверное. Это мега-пак, мне мега не надо. Это у меня... Это вот пакетики нужны в школу. Вот этот размер я уже положила. Сэндвич размер положила. Вот такой сэндвич, вот такой небольшой. И мне нужно теперь галлон. Размер галлон. Где галлон? Так вот, есть вроде небольшой. Вот такой вот. Выписана просто упаковка. Я не понимаю, какую упаковку. Вот такую вот гигантскую или вот такую? Вот такую, наверное, положу. Потому что такие большие, я не видела, чтобы приносили. Так, вроде все. И теперь мне надо, знаете, что найти? Мне нужны наконечники, резинки. Вот эти вот резинки-наконечники. Их там не было в back to school. Пойду в канцелярию зайду. Блин, вернулась. Их два надо. Где я взяла? Здесь, кажется, я взяла. Что-то помятый какой-то. Какой я взяла? Такой же, да? Да, такой. У меня тележка просто осталась далеко. Так, ребят, пока иду, мне еще нужен подарок. Какой подарок? Какой подарок? Наверное, карточку Amazon. Амазон. Где? PlayStation, Disney. Где тут Амазон? Зашибись, где Амазон? Так, ребят, я что-то еще на телефоне постоянно. Я уже два раза тележку перепутала с чужой. Так, мне нужно еще как-нибудь вот такие вот два пакетика, чтобы донести всю эту канцелярию. И чтобы она вся вошла. Вот такие вот простые, понятное дело, мне подарочные. Нафиг не надо. Они просто обычные вот такие вот бумажные. Ну и то они. Они вам по пять долларов все. Даже если вот это вот говно, вот это вот тоже пять долларов. Прости, господи. Ну, без вариантов. Как это все нести-то? Выгружать это все как-то? Мне еще дома же столько же. Я, короче, карточку не нашла. Пойду дальше. Может быть. Может, чем-нибудь другое, конечно. Happy birthday day. Что это? PlayStation. Gift Music. Google Play. Пойду посмотрю. Может, еще есть? О, звонит. Так, ребят, я в обычном канцелярском отделе. Здесь народу практически никогда никого нет. Ну, в смысле, во время back to school. Хотя здесь точно такой же обычный отдел. Но здесь я не вижу эти наконечники, эти резиновые. Потому что они, конечно, где-то есть. Вот их надо смотреть. Они в маленьких таких упаковочках будут просто валяться где-нибудь. Вот, главное, до карандашей, до точилок. Вот где-то вот тута, тута, где-то. И нету. Блин, прикиньте. Вот такие вот. И они всего две штуки осталось. Так, все. Ребята, там такой громкий пипец просто. Так, все. Теперь надо мне найти карточку. У меня просто Вова одновременно звонит. Дети звонят. Короче, Вова уже приехал. Он уже у Ситу Тейбл. У него адски болит голова. Таблетки у меня есть. Он сидит, меня ждет, не заходит. Мне звонила Сализа звонит. Фу, блин, пипец. Амазон еще приехал, привез посылки. Нужно занести. У нас такой дождь идет. Ну, здесь, по крайней мере, идет. Так, кажется, я сейчас найду карточку. Вон там. Так, 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 так. Блин, нету, ребята, нигде. Так, карточка Амазона. Какую? Я просто не знаю, какую еще взять. Никакую. Амазона не вижу. Подарочную. А, знаете, что можно взять? Можно взять подарочную карточку именно Таргета. Можно сделать и так. А как ее брать? Вот так, да? И что? И что? А, и на нее просто положить денег, да? Так, наверное. Хотелось бы Амазон, конечно. Там можно все выбрать. Вот сюда пишет сумму, просто какую я сейчас положу на нее. Ну, в крайнем случае, я сейчас так и сделаю. Вот прикольная, да? Сейчас я, наверное, через кассира положу. И будет подарочек. Ну, что делать, если их нету? Есть Роблокс. Нету, нету. Амазончиков нету. Есть все подряд, кроме Амазона. Чилис. Сид ту тейбл была бы карточка. Тоже хорошо. И вот так вот я в каждой прошла. И их просто нету. Нету. Короче, ладно, без вариантов. Придется таргет. Так, ребята, секундочку. Есть большой-большой стенд. Может быть, здесь есть. Здесь все подряд. Ну, кроме Амазона. И вот таргет, таргет. Да что ж такое-то, а? Так, а может, какой-нибудь набор косметики. Сейчас, конечно, удобно с карточками. Но мне кажется, как-то вот прям подарок хочется, да? Не просто деньги, а подарок. У меня Вовка там уже заждался уже. Со своей головной болью. Я тут сейчас буду, если ходить. Так, что-нибудь есть такое классное, подарочное? Короче, с карточкой облом. Так, надо какие-нибудь цветочки. Цветочки. Что взять? Розочки, да, наверное? Что-то так себе розочки. Вот эти вроде нормальные. Блин, с них капает. Так, и куда я положу карточку? Наверное, вот так прям в упаковочке, да, наверное, можно подарить. Конвертики. А может быть конвертик. Так, у нас бюстый. Будем выбирать бюстый. Ура! Вот прикольно. Сова. Так, 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 так. Так, 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 господи. Теперь я здесь зависну. Так, есть бюстый с шариком. Можно вот такой. Вот что такое? Короче, можно. Можно такое. Все нормально. Просто хэппи бюстый и больше ничего. Нормально. Так, все, друзья, все куплено. Все сделано. And we are ready с вами отмечать день рождения. О, как мне повезло, ребята. Еще ничего не полилось. Так, теперь квест найди машину. Так, машина найдена. И мы с вами готовы. Открывайся. Стоять. В машину мне не въедете. Окей, разгружаемся. Так, короче, здесь такой конвертик. Вот что-то мне шлет. Он там полку нашел какую-то. Он сидит и не заходит без меня. Как это делать? Вот так или вот так? Вот так, наверное, да? Или что? Или как? Вот так, наверное, да? Ну, видимо, да. Какую-то полку нашел под телевизором. Мне шлет фотки. Вот. Все. Видимо, вот так. Вот такая вот красота, красота. Так, ладно, все, поехали. Вот он, этот перекресток. Вот как здесь можно врубиться? Вот тут они врубились. Вон еще осколки валяются. Это звездец. Как это вообще возможно? Вот ты здесь останавливаешься. По-любому здесь знак стоп. Ты видишь всех людей. Ты ни на какой, ни на скорости. Как можно было это сделать? Я не понимаю. Ладно бы один. Каждую неделю вот видели. Именно вот здесь эти аварии. Вот он, отовсюду видно. Все видно. Ты всех пропускаешь. Ты обязан всех пропустить. Как это возможно? Не понимаю вообще. Я здесь, наверное, встану. Ладно, все. День рождения. Опоздали. Я уже Наташа предупредила, что опаздываем. Ну, 20-25 минут. Мне еще ехать. Минуты 3-4, наверное. Ну, ситутэйбл, в принципе. Ну, здесь места есть. Упс. Ну, в принципе... О, нет, все хорошо. Ну, еще 2 часа. 2-26. Нормально. Мест навалом пока. Так, где мой Вовчик? Левоу, держи. Поздоровайся, пожалуйста. Сейчас у Вовчика голова. На, у меня вода есть. Надо? Или ты так проглотишь? Бедный. Сейчас пройдет. На, запей быстренько. Две выпей сразу. Это ни о чем этот ебупрофен, этот местный. Все. Мы на месте. Слушай, мне бы еще зайти, руки помыть. Давай, что я вот меня поздрем, потом будем. Окей, давай. А ты где? Встал. Рядом? Ага, окей. Супер. Хорошо, если дождь не начался. Сейчас бы я выгружала всю канцелярию школьную под дождем. Слушай, подожди, я пойду руки помою, ладно? Я бы, я быстро, Вов, я быстро. Я бы, я быстро. Ну, я потом не встану, подожди, я быстро. Друзья, мы вышли, посмотрите, как тут ездят люди с ограниченными возможностями. Так, мы вышли, я уже иду к машине. Вова тоже выезжает, у нас еще работа. Мы сейчас едем в аэропорт, там нужно машину оставить. И потом уже домой. Я вижу, вижу, да. Я свою машину потеряла. Это мне? Давай мне. Давай я поставлю, давай. Я, как обычно, поставлю машину, я не помню, где она. Я запоминаю вот так вот. Ох, господи. Напротив какого-нибудь входа, скамеечки. Ой, ребят, купила еще молоко. И купила в Ситутейбл. Ой, так хорошо посидели. Супер. Прям отдохнули. Сейчас еще такая погода хорошая, хотя уже вечер. Взяла в Ситутейбл вот эти вот чипсы, гуакамоли. И молоко у меня, молоко закончилось. Ну и вся констовара тоже со мной. Все, выезжаем. Жаришка. Так, сколько у нас сейчас времени? 5.20. Ну, отлично. В принципе, к вечеру будем дома. Я говорю, Вол, повесим сегодня шторы? Говорит, нет, не повесим. Немножко чувствую, какая-то усталость к вечеру. Фух, все, едем. Сейчас мы пока поработаем и поедем домой. Лиза дома. Все дома, у нас только Маша не дома. Маша тоже, кстати, приезжала сюда в Ситутейбл, ключи мы ей отдавали. Фух. Все, ребята, выезжаем, поработаем и домой. Так, мы дома. Смотрите, какой рисунок меня встретила Катя. Мама говорит, смотри, это тебе. Мама, ты здесь беременна. Вы видели, девочки? Мама, ты, Гор, здесь прегнант. Катя. Я не знаю, видимо, о будущем. Да, но это же шутка, господи. Нет, нет. Так, вы мне скажите, выбрасывайте этот тортик. Да, Катенька решила пошутить. Сегодня лава кейк? Сегодня? А, и что, надо сразу лава кейк готовить, да? Тут было творчество. Маша, давай, я пошла. Тут что-то. Вот это ты запекала? Маш, мурлык, торт ушел. О, зараза. Ты вот это запекала, да, Лизочка? Да. Что это за страшные женщины? Господи, что это? Маша, у нее не было воды, я налила ей водичку. Седьмой сладкий, ты тоже пить пошел. Ходит тут. Лиза сказала, ты в каком-то песке ковырялся. Где ты песок какой нашел? На балконе, что ли? Смотрите, все время сюда ходят, пьют. Лев, ты куда-то на торт? Вон, шоколадный тортик кушай. А я буду арбузик. Я хочу, что, да, есть арбуз. Сухой, не очень вкусный. Вот я, я, да, я. Лев, попробуй. Так, у Левы сейчас будет бургер на гриле. Папа на балконе сделает. Маша притащила торт из C2Table. Говорит, что очень вкусный. Реально вкусный? Чисто шоколадный, да? Полностью шоколадный. Кто мило? Животные пошли. А кто там только мило? Мы там только мило. Где наш пушистик? Только что бегал. Масик, котя мой. Господи, как у нас темно. У нас уже вечер. Маша приехала. Это что, это выбрасывать? Нет, да я нормально не могу. А, это кто так съел виноград, оставив три ягодки? Кто такой? Молодец. Ты не будешь бургер? Я один там сделала. Да, я сегодня и плов делала, и борщ, и куриный суп. Маша сегодня к нам приезжала даже в сит-то-тейбл, в гости к нам с своими друзьями. Я делала еще... А мы уже в аэропорту были, да, мы уже не застали тебя. В общем, почти одновременно приехали. Для меня так все дошло. Что с нами? Чего мы с вами посидели и поели? Не знаю, что вы так. Пришли, ключи взяли и ушли. Подогрей ты, господи, он стоит уже холодный. Мы уже в квартире, мы там поугарали. Вы у нас были дома? Ага. Понятно. Я думаю, зачем тебе ключи были нужны? Они у нас дома там угорали, оказывается. Я в курсе. Жорик, и ты там пьешь, ты посмотри. Все там пьют, все на этот водопой приходят. И все едят там, да. Вкусный? Вкусный, не вкусный. Да? Который полубелый полушеклали, да? Да. Да, вкуснее? Здорово. Так, друзья, у нас тут посылочка. Милка радуется, как будто это ей посылка. Это не тебе, это котикам моим. А, ты коробки рада, подожди. Значит, здесь у нас когтеточка. Отойди, отойди, отойди. Еще. И она вот такого же цвета, как и наш дом. Вот это нет. Вот это такая бежевого цвета. Да подожди, ты милая. И спрей. Спрей тоже по отзывам брала, который брызгаешь на мебель, например, на что-то еще. Ну, в общем, на то, что грызет или царапает кошка. И помогает воспитывать своего котика, чтобы он не лез туда и не драл. Не драл ничего вокруг. Котик, тебя воспитывать будем. Ты-то у нас воспитанный котик. Тебя еще не успели развоспитывать. О, смотрите, как он. Ого. А, он запечатан. Все, поняла. Вот такая вот баночка. Не знаю, отзывы классные. Так, еще сейчас покажу. Это, значит, вот такой у нас. Видите, первое, самое главное, анти... Как... Царапающий спрей. Вот так вот, чтобы не царапал мебель. Это самое главное. Так, и вот такая вот когтеточечка. Смотрите, она вот такая вот. Такого приятного серого цвета с балаболочками. А вот эта другая совсем. Так, а у меня что-то не все спреи пришли. Я их то ли два, то ли три брала. Так, у меня еще написано, что еще два спрея пришло. Ализа говорит, нет, было всего две коробочки странно. Вот это вот две коробочки. Так, вот это вот одна. Сейчас мы ее соберем. Так, и к ней еще вот такая какая-то фиговина. Обо что... Порошок меня немножко смущает, куда его сыпать. Видимо, наркота, которая привлекает котика. Чтобы царапал только там, где надо. Так, вот что я достала. Так, это не сюда. Так, это инструкция. Но тут она, в принципе, ни к чему. Котик, ну-ка, брысь. Есть вот такая вот платформа. Такого же цвета, смотрите. У меня же правда темно, ничего не видно. Так, и вот такая вот балаболочка. Наверху у нас, кстати, уже одной балаболки нет. Или даже двух. Сколько их тут было? Я не помню. Две, что ли, или три. В общем, одна осталась последняя. Так, а здесь одна внизу. Вот так вот будет болтаться. Это что такое? Это тоже куда-то надо закрепить. И вот это вот просто об столб. Я так понимаю, просто тереться. Или что это такое? Зачем это? Кошка что-то вытерлась, что ли? Так, в общем, ладно. Сначала вот эту соберу. Господи, как мне неудобно это тут, а? Все же будут мешать. И сейчас вот эту соберем, потом вот эту соберем. А это вот такая вот. О, господи, кто тут носится, а? Так, видимо, вот так. Все, я пока скупала детей. И вот так выглядит. Ой, пожалуйста, я сейчас буду это петь. У нас для развлечений для котов больше, чем уже для всех. Да, чтобы точили когти там, где надо. Вот так она выглядит, короче. Куда этот? Где? Я вот это вот не понимаю, куда это девать, зачем это, что это за наркота, что это за порошок. Видимо, куда-то насыпать для привлечения внимания, типа того. Ну, это опять оборвут, как пить дать. Вот это тоже. Хотя такие классные вообще прям. А вот это, видимо, чтобы чесался, ходил, скорее всего. Ну, я другой цели не вижу в этой штуке. Ну, и то я не знаю, сколько она тут продержится. Она просто так довольно... Ну, в принципе, ее можно вообще приклеить потом на суперклей. Если она зайдет нашим кошкам. Так, это дан. Теперь следующую сейчас соберем. Это у нас что такое? Как это выглядит, уже не помню. Что-то заказала, что не помню. Подожди. Ага, все, вспомнила я. А, это знаете что? Это, короче, такая штука прикольная. Наверху тоже вот эта вот чесалка. Ты что? Тоже вот такая вот чесалка. Тоже с бубенчиками. Подожди, нет. Подожди, я не помню, какой. Но это мне надо, Лавруша. Будет вот такое вот облачко. Тоже вот эта вот чесалка. И здесь будет еще шарик у них вокруг бегать. Вот здесь где-то бегает шарик. Что? Подожди, пока не бери ничего. Сейчас мама соберет. О, хочешь, я тебе вот такую вот отдам? Это релаксинг вот этот. Хочешь? Ой, прикольно. Я тебе больше ничего так не могу отдать. Так, и вот она вторая. Катюш, убери оттуда эту коробочку. Так, и вот вторая готова. Где кот? Хоть какой-нибудь. Ага, вот так она выглядит. Да, но он сейчас спустится, сам, наверное, поиграет. Мила, это не тебе. Идите, чутя лошадь. Так, вот так. Балабулочка. Вот здесь, смотрите, шарики. Катя, не надо, он сам придет. Котик. Смотри, Прошка. Этот знает, где точить. Проша, смотри, Проша. Проша, смотри. Пока ему не интересно. Прошка, смотри, какие ты где? А, блин. Прикольные шарики такие. А, и чесалка. Вот такая вот, тереться об нее. Прошка, смотри. Мама. Сейчас, подожди. Все, Катя, все, он увидел. Катя, все, отпусти. Что, Лавруша? Мам, ты смотри. Нашел шарики. Я смотрю, Лавруша. Что? Мама, смотри, это дом, это их дома, а это школа, который good, а это школа чуть старая. Если они хотят старая, именно good. Все, понятно. Вот это good to play, а вот это... А вот это what we have to do. Ага, понятно. Так. Там же школа? Да нет, Катюш, еще пока нет. Смотри, понравилось. А, играет, смотри. Прошка, смотри, еще вот тут балаболка висит. Ай, хорошо. Все, Катя, теперь не мешай. Все, он все увидел. Детский городок, точно. Ну, это прям вот просто шутка. Смотри, как играет, смотри. Да, понятно. Балаболки жалко оторвут, конечно. Но шарики тяжело оттуда вытащить. Смотри, как играет. Катя, не надо ничего. Он сейчас сам тут разбираться будет. Ему чуть-чуть давай отодвинем вот так вот. Он же Масику покажет, этот цветочку, он даже не в курсе. Масику надо показать, да. Ася свои эти когти тощат вообще. Я вот что купила там сегодня. Надеюсь, подействует, побрызгаю именно там, где вот в основном они точат вон там на одной. Ну, и вот этого мало просто. Эти прям маленькие совсем. Здесь у нас прошка точит, он еще маленький. Он ему нормально по росту. А взрослым котам вообще неудобно. Это все мусоркать не надо. Играя. Что? Смотри, какая прикольная. А вот это вот чесалка. А вот это вот игрушка. Шарики. Ну, не знаю, как ты должен понять. Как-то потереть его, что ли, об эту штуку. Порошка сколько всего, да? Надо теперь Мэйсону показать. Сами можем в городе. В серии вышла какая-то. Мил, ты так классно встала. Это не трогать, там воняет ужас. Ну, как воняет. Такой прям химия, химия прям. Пусть играет, Катюх. Маша Брауни печет, так пахнет. Уже печется? Лава кейк, да. Так он со мной идет. Не надо специально показывать, не надо. Кать, пусть играет, не надо, не зови его. Все, он нашел уже. Как играть? Мила, не достать, не достать. Все, никак не достать. Это специально так продумано. Новая серия? Так, ну-ка, отойди-ка, Катюх, уберем. Господи, у тебя лошадь. Девочки смотрят секс в большом городе. Ну-ка. О, в новых формочках. Ой, господи, напугала. Ну и как? Ты туда засунула? Маш, ну как? Классно, как выглядит. Прошка наигрался, напился у Милки воды. Пахнет обалденно вкусно. Хотя Лаврик сказал ужасно пахнет. А пахнет вообще вкусно. И что ты делаешь? Что ты опять творишь? Я делаю тоже маску. Понятно. В общем, пылесосить тут потом и пылесосить. Мам, ты можешь включить это. Что? А, давай. А здесь у тебя зарядка закажет. Давай на красном включу. Это Ган-13, давай. Тоже обожаем его. Прикольно. Давайте здесь включу уже. Так, я сейчас сяду уже за монтаж. А, можно. Это? Да. Дети. Любят эти всякие вайны смотреть. Прикольные. Высохло уже почти. Так, что ты просила? А, Орео. Я уже ужасно хочу принять душ. И сесть или лечь. Хотя бы. Хотя бы сесть за монтаж. Ну, просто хотя бы присесть. На. Котик мой. Я тебе лед туда положила. У тебя там все во льду. Я бутылки стирать забросила в посудомойку. А эти особо не держат тепло. Это так. Льда туда напихала до самого днища. Чтобы подольше сохранился холод. Чего? Коробку тебе не дали? Ребят, так круто. Вот этот стол заряжает. Вообще быстро. Ну, я не знаю. Может, у меня еще в проводе делал. У меня провод новый здесь. Настоящий Apple. Который. Может, в нем делал, конечно. Но у меня заряжает. В общем, мгновенно просто. Вот сейчас вот почти ноль там. Зарядится. Он 5%. Зарядится. Прямо тоже скоро будет 100%. Обалденно. Высоковато. Чуть-чуть. Вообще офигенно просто. Столы бомбы, ребят. Катя. Специальное видео для моей мамы. Она переживала, что у меня ребенок не получает огурчики соленые. Она их любит. Мама, привет. Как-то в видео я показала, что Катя попросила огурчики соленые. Их не было. Она их обожает. Они есть. Катенька кушает. Ровно 5 штук. Ни вот ни 6, ни 4. Ровно 5. Причем они любого размера. Если будут большие и маленькие. Неважно. Ровно 5 должно быть. Мама, ты еще видела? Да, я видела. С вечера совсем уже спать собираемся. Маша место собирает. Надеюсь, больше не нас сытит туда. Мила, нельзя. Мила, не трогай. Мила, он играет. Лиза восхищалась сейчас, как он играет. С шариками или сыграл, или с чем? С чем играл, с шариками? Машин, да, должен. Обязан просто. Я еще не забрызгала ничего. Сейчас еще диван забрызгаю. С чем он играл, с шариками, с деревянными или с балабарками? С шариками. Прошу. Посмотрите, что там происходит. Я могу ребенка спать уложить. Играет? А где он? Ты Масю принесла. Он не укусит, господи. Он, конечно, у нас с характером. Да не, он будет, он ночью сегодня будет. С 4 утра как начнет, так и будет. Да, Мила? Милка сегодня поднималась, за уши ее тащил. И так, и сяк. Она же как медведица спит и храпит. Она реально спит ночью? Он вообще дрыхнет, как убитая. Вообще, да. Но кот ее поднимал, поднимал полночи. Поднимал, поднимал. Мэйсон кто? Так она не будет с ним. Жорик вообще как мило. Он спит себе спокойно. А почему он поднимает его? Да скучно ему что? Играть ему надо. Вот ты говоришь, вот вытянешь. А ночью совсем другая история. Ночью все это будет шуметь, падать, играть. Он везде будет по столам. Он скребется на улицу постоянно. Но он задолбал уже. Он был в стекло. Задал вот в стекло. Лезет и лезет туда. Это кошмар какой. Он его приютил. Собрали место. Все, милка, не дай бог ты опять нас ссышь. Такой подарок тебе сделали, а. Зараза. Катер гораздо удобнее. Очень удобно ее собирать. И собирать, и разбирать, да. Все, хватит. У нас в прошлое не очень удобно было собирать. Это удобно. Сумышлящая собачка у нас. Крейзи, крейзи собачка. Господи, Лавра, Катя уже спит. Лавра, Катя уже в кроватке лежит. Что ты? Вот это же надо все еще убрать. Да, я держу костюм. Не надо же убирать. Не надо убирать? Ты сделал уже? Какие-то хвостики. Это кто опять? Это Секас. Это Секас Бэйби. Если он станет страшным, то его зовут Скотт Бэйби. Смотри, он страшный, а то он Скотт Бэйби. Господи, собрал просто все коробки, которые я выбросить собралась. Я их уже развернула, все вот так вот сложила, чтобы их выбросить. Нет, все, они пошли в ход. Вот еще какие-то остались. Да. Господи, что ты из своей комнаты сделаешь? Мне аж страшно себе представить. Ну что? Жора, ты еще не поиграл с шариками. Жорик, пойдем играть. Жорик у нас вообще самый спокойный, по-моему, член в этой семье. Абсолютно в релаксе всегда. Что, тяжело? Так ее надо выгнать оттуда, тогда легче будет. Ой, замок не сломай, Маш. Боже, после стеркви он такой этот таяц. Угу. Тебе тетю лошадь надо согнать оттуда, потом собирать. Ну, она играется. Ты там, наверное, много места оставила, а здесь поэтому впихиваешь. Нет, я там вот постаралась, я и там старалась, и ты старалась. Мам, мам, посмотри. О-о-о, ничего себе. Господи. Ты больше никому не показывала, Лавруша. Спасибо. Ну, в смысле, дома только покажи, да? Не надо снимать, он же это все снимает, потом. Делаю, что помыть. Кого, Милу? И потом собирать место. Да. Я завтра собралась помыть, потому что мне завтра посудила, я все равно подниму. Эту свиноту надо помыть. На чистом месте лежит, а. Все? Здравствуй. Маша, посмотри, оцени. Очень круто лошадь. Круто, Лавруш. Прям вообще круто-круто. Ну, всегда ребенком остается. Ну, ты сих пор такая же. Да. Там ты болелась, когда маменька была. Угу. Ничего не меняется. А, Милыч? Ее даже почти не видно. Она такая темная вся. Всю грязь не видно хоть на этом месте, Милка, твою. А когда вы ее помоете? Шланг уже есть, все есть. Когда уже она у нас чистая будет? Жорик, берегись. Я завтра собиралась ее мыть. Завтра? На улице? А держать ее кто будет? Вот, вы телефон. Да я одна, потому что папа платы будет. У папы не будет, папа уедет завтра. У папы уедет, да. Поэтому все за машину. Во дворе, на травке? Да, да. Котик мой, котик мой, Жорочка. Ой, Жорочка, ой, Жорочка, ой, Жорочка, ласковый котик, хороший котик. Что мой зайчик? Он был лизаный под кроватью. Угу. Под кроватью был? Жорка, шкура ты наша, шкура ты наша, блестящая вся. А, Жорка, иди в шарики поиграй. Жорик вряд ли будет играть, он вообще ничем не играет. Он умеет только лежать. Жорик. Главное лежать, Жорик. Ну, будешь играть? Жорик, это тереться, смотри. Я не знаю, кто-нибудь прочухал из котов или нет вот эту штуку. По-моему, никто. Жорик, ну, Милка-то да. Милка-то быстро оботрет тут все. Жорик, иди сюда, смотри, какая штучка. Смотри, Жорик, смотри. Потрись, потрись. Мордочкой своей потрись. Это потереться надо. Класс, Жорик. Да мило. Жорик. Да, Жорик. Сделала? Молодец. Маш, смотри, Жорику интересно. Ну, хотя бы так полюбопытничать. Кто-нибудь потрется интересно об эти штуке? По-моему, никто не понял. А где наш Прошка? А, вон они. Господи, какой бардак. Ты молодец. Ты молодец, Толом. Ты вот смотри. Хватит моё. Давайте, котики, начните. Поиграйте. Спать будете лучше. Ну, давай, Мася. Набесись с вечера и будешь спать. Не знаю, когда я с вами высплюсь. Причём это только Мэйсон у нас такой, этот, массовик-затейник. Только он. Прошка спит. Жорик спит. Милку ты вообще бульдозером не поднимешь. Только Мэйсон у нас. О, играют в Вов. Вов, слышь? Мэйсон и Джокер играют. Ну, им вообще, да, это для когтей, как теточка вообще, да. Они увидели игрушку. Будет интересно когти точить, нет? Смотри, Маш, играют. Моя девочка. Когти не точат, но играют. Вы что-то Милка не заберете. Да, кстати. Игрушка очень удобная, Милка не заберёт. Вот здесь уже шариков нет вообще. Всё, ни одного, всё, нету. Кто вытащил, не знаю. Дети, Милка, уж не знаю. Но шариков там больше нет. Хотя так Прошка играл хорошо в неё. А здесь не вытащить. Они внутри. Всё, что ли? Лавруш, всё, давай, пойдём, баеньки. Всё, пойдём, зубы чистите спать. Уже совсем ночь, Лавра. Уже вообще одиннадцатый час. Я не буду выбрасывать. Я только мусор выброшу, и всё. Здесь нет мусора, ты хочешь сказать? Ну, хорошо, мы оставим всё. Ну, давай хотя бы мусор-то выбросим. Ты устала уже, ты спишь. И в аквапарке были, и играли. Лавруш, всё, пойдём. Нет, мам, я не пойду. Ещё чёлка в глазах. Завтра будем стричься уже, всё. Сейчас, вот-вот и истерика может начаться. Пойдём, Лавр. Смотрите, умиляемся тут. Как их много, пипец. Ага, все головные, Милка здесь. Жорик, молодец, крутое место, вообще крутое. Сейчас всё, пипец. Смотри, как классно. Мила, пожалуйста, только не сгрызи. Вон там шарик так торчит, как бы она не сгрызла его. Ты смотри, Жорик. Ну, он же начинает. Да, это у нас, кстати, такой забияк. Он всегда самый первый начинает вот эти вот драки. Бегает за Мейсоном, пока не получит. Бегает и бегает за ним. Прям так и нарывается. Маш. Ну, Маша, блин. Любимый прикол Маши Мейсона. Поддевать. Он просто так у нас подпрыгивает, когда боится чего-то. Защитница. Жорик, ты красавчик. Шикарное место. Шикарное, лучшее просто, Жорка. Лучшее место. Супер. Ты красавчик просто. Потому что что? Потому что ты красавчик, Жорка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова